Привет, мои няшные и вкусняшные! Что еще делать в карантин при коронавирусе? Как не распаковывать посылки с Алиэкспресс? Надеюсь, что посылки будут приходить вовремя и видосики будут выходить соответственно быстрее. В этой посылочке небольшой у нас элемент декора любой гостиной и не только. Можно в кухню, можно в спальню. Это наволочка для подушки. Подушку вы можете сами сейчас проверить. Давайте я быстренько открою, потому что шурша что-то прохину не. Все, теперь нам ничего не мешать говорить. Подушечку вы можете сами выбрать, либо просто набить наволочку. Напомните, видите, она даже не влезает в кадр, такая она большая. Но на самом деле она не такая большая по размерам, а 45 на 45, то есть квадратненькая. Материал у нас, давайте глянем. Как обычно, Цианна Валерьевна все забыла. Пока я вижу материал, могу сказать, что подушка мне обошлась в 203 рубля. Причем это очень неплохая скидка, потому что сейчас она стоит 239 рубля. У продавца есть купончик, поэтому если хотите чуть дешевле прикупить, то тогда дерзайте. Значит, что у нас? Цвет однотонный, плетеная ткань. Лем хлопок материал. Вот. Ну, подушка, точнее наволочка, как наволочка. У меня таких уже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть наволочек. Фотографии вставлю сюда. Четыре у меня в тропическом стиле в комнате. Очень собачка любит моя на них лежать. Прям кайфует. И две стоят на кухне. Тоже под спину, очень удобно. Выбирала я долго в тропическом стиле, как обычно. Мне ж не угодишь. Поэтому у продавца много разных расцветок. И не только у этого. То есть, в принципе, таких подушек на любой цвет и вкус можно найти очень много на Алике. И под любой дизайн, и любую цветовую гамму. Здесь у нас молния. Давайте-ка проверим, как она растягивается. Боже мой. А как она? А! Молния. Посмотрите. Я вот немножко приближу. Молния идет не вот так вот вшито, а молния идет сбоку, боковая. Почему я сначала не поняла, как она растягивается? Молния тоненькая, поэтому дергать ее не надо. Очень аккуратненько. Вот. То есть, вот достаточное расстояние, чтобы напихать туда либо наполнитель, либо небольшую подушечку. Посмотрим, как она будет потом смотреться уже на столе. Так что фотографию тоже я приложу, как уже будет. Ну что ж, посмотрим, что придет дальше. Продолжаем нашу распаковочку. Видите, фон уже изменился, потому что я пришла к маме. Надо поскорее отдать чехольчик. Чехольчик ей пришел на телефон Mi 9 Lite. Телефон, точнее, чехол у нас непростой. Чехол у нас с секретами, потому что он нужен для того, чтобы туда положить карточки. Так, давайте откроем, чтобы шашка нам не мешала. Так, итак, что мы имеем? Мы имеем, ну, естественно, это не кожа, а кожзам, скорее всего. Не, скорее всего, это точно. Ремешочек на карабинчике. Дальше защита у нас. Еще одна штучка тоже, видимо, для телефончика. Дальше, что у нас есть? Это ТПУ, силикон. Здесь у нас защита. На магните защелочка. Красный цвет очень приятный. Так, и что мы дальше имеем? Для тех, кто не хочет, например, носить много карточек с собой, на телефоне есть вот такое, скажем, устройство, да, прикрепляется, куда можно свои карточки положить, проездные положить, все, что угодно. И у вас всегда будет с собой, вы все можете сразу потерять. Ну что ж, давайте проверим, как это будет сидеть на телефончике. Ой, дусечка у нас тут. Так, извините. Так, эти. Сидит идеально просто. Камера открыта, все видно. У продавца много разных цветов. Это бренд. Я даже выписала какой-то бренд. Это бренд... Да, это очень сложно. Схонгби бао. Схонгби бао. В общем, я здесь куда-нибудь напишу. Сами прочитайте. Шел он меньше месяца. Очень быстренько пришел. С 18.02 по 23.03. И стоил он 287 рублей. Что, считаю, для такого чехла он очень даже неплохо. Продавца много цветов я сюда подставлю. Сами посмотрите. Здесь у нас такая выбитая кравировочка в виде полумандалы. В общем-то, все. Давайте посмотрим, что придет дальше. Ну что ж, продолжим нашу распаковочку. Надеюсь, вы уже видите, что немножко свет изменился. Посмотрите предыдущее видео, где я распаковывала кольцевую лампу. И хочу немного дать по ней рекомендации, может быть, чтобы вас уберечь. Если вы хотите купить чисто кольцевой свет без держателя на телефон, да, это хорошо. Если вы думаете, что ваш телефон или вашу камеру будет держать крепеж. Сейчас я даже на паузу поставлю и принесу этот крепеж. И вам покажу, о чем речь. Вот этот крепеж. Он сам по себе такой, знаете, увесистый. Плюс ваш смартфон, либо, я не знаю, там какая-нибудь камера, которая будет сюда вот крепиться. Она просто под весом, вот эта лампа, она прогнется. И она вот так. И просто полшестого называется. Поэтому, если чисто кольцевой свет, то да, берите. Не смотрите вот на этот крепеж, как я как раз и хотела, чисто кольцо купить. Поэтому, в этом плане рекомендация у меня вот такая вот. Ладно, забыли. Давайте посмотрим, что у нас пришло в новых посылочках. Эта посылочка очень тоненькая. Заказывала я, скорее всего, браслетики на руку. Да, люблю всякие финички. Поэтому давайте посмотрим. Здесь продавец не заморачивался. Просто вот тоненький пакет. Посмотрите, какая милота. Сейчас я вам распакую это. И, божечки, кошечки. Это как раз и кошечка и есть. Это кошечка Манеки Некко. Есть у меня тут такая вот тоже кошечка. Давно я покупала на ebay. А пришла вот она такая. Посмотрите, какая милашечка. Фокус, фокус, фокус покинул чат. Ну, давайте я вам поставлю картиночку. Ну, блин, это такая милота. Просто я... Да, я взрослый, самодостаточный человек. Я могу себе позволить браслеты с котиком. Цену вы видите на экране. У продавца много расцветок. Вот мне захотелось зелененький. Там и красненький, и розовый. Прям фоточки поставлю сюда. На выбор любой. Давай пока сюда. Вот так вот. И вот этими штучками. Все. Я все в пенечках. Так, давайте дальше посмотрим. Пушистик, давай, с нами оставайся. Посылочку сюда. Так. Чувствую, что здесь продавец упаковал все. Представляете? Вот смотрите, разница. Тот же самый котик. Ну, браслет я имею в виду. Но посмотрите, как продавец позаботился об упаковке. Хотя, этот котик. Давайте сразу посмотрим цену, чтобы я этот 81 рубль, да, там просто с копейками округлила. А следующий браслет. 144 рубля. Ну, может быть, это повлияло так вот на упаковку. Видите, чтобы не разбилось. Фиг еще откроешь. Упаковал, так упаковал на совесть. Как будто там что-то такое стеклянное может повредиться. Пупырки просто не пожалел. Опа. Пупырку в сторону. Ля-по-та. Второй котик. Чтобы у меня котиков было много. Котиков много не бывает. Здесь какие-то Queen, She, Jewelry. Может, это какая-то у них фирма. Милашество просто. То есть, если этот котик просто в пакетик, без всяких упаковочек, то тут постарался продавец. Немножко, да, немножко. Да, какое у меня плетение. Так, вот здесь такое. Да, здесь потоньше плетение котик. Бубенчик. Бубенчик номинальный здесь. Я думала, что он будет звенеть. Нет, он не звенит. Он просто даже не полый, а такой вот литой. Котик красивенький. Я думаю, что он покрыт каким-то не знаю, может быть, лаком. Поэтому весь этот рисунок я не думаю, что будет стираться. Так же, как и здесь. Тоже не должен. Потому что, например, с этим котиком я моюсь. Что только не делаю, рисунок так и не потерся. Ну, давайте, котик. Котик пойдет сюда к Мишке. К этому браслетику. Он же черненький такой. Давайте, одеваем. Что очень хорошо, он туго не будет расходиться у нас постоянно. Рука у меня тонкая, поэтому налезает легко. И затянули. Все. Теперь я буду и с котиками с тремя и с Мишкой еще. Так что, вот так вот. Ну что ж, на этом распаковочка наша заканчивается. Оставайтесь со мной. Будет дальше много интересного. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. А, что там еще? А, колокольчик. Точно. Колокольчик нажимайте, чтобы пришло уведомление о моих новых видео. Так что, всем пока, друзьяшки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok